Большинство и не догадывается о многих чудесных возможностях лимона. Лечебные свойства лимона были известны еще в глубокой древности. Считается, что лимоны впервые появились в Китае или Индии. Известно, что в XI веке до н.э. китайские лекари выписывали рецепты, в которых плоды лимона выступали в качестве основного средства для лечения и заживления ран и легочных заболеваний. Еще древнегреческий философ Плиний утверждал, что лимон – это отличное противоядие. Рассказывают, что преступники, осужденные тираном-клеархом, насмерть через укус змеи, спасались только тем, что перед казнью съедали лимоны. А в эпоху возрождения лимонный сок использовали как мочегонное средство против отравлений и чумы. А индийские йоги ежедневно съедают по одному лимону, причем с кожурой, и это позволяет им сохранять крепкое здоровье до глубокой старости. Все знают, что лимоны полезны, несут в себе богатый состав целительных веществ и прежде всего витамина С. Даже при нагревании лимонного сока в течение 5 минут до 100 градусов Цельсия содержание витамина С почти не уменьшается. Вот почему полезен чай с лимоном. Во-первых, никогда не кладите лимон одновременно с чаем, если не хотите пить помой. Во-вторых, сначала надо растворить сахар в кипятке. Если предполагаете использовать пакетик чая или растворить сахар в готовом чае, и только после того, как чай заварится, чуть-чуть остынет, можно добавить ломтик лимона. Кстати, второй секрет лимона. Многие упоминают, что запах цитрусовых неприятен кошкам, и чтобы они не точили когти, натирает мебель в нужных местах кожурой, в первую очередь лимона. Однако не забывайте, что вашему любимцу надо все-таки где-то наточить когти, поэтому выделите ему специальную доску для подготовки своего грозного оружия в предстоящих с вами гладиаторских боях. Оказывается, выпивая стакан теплой воды со свежевыжатым соком лимона натощак, можно не только укрепить иммунную систему, но и предупредить многие заболевания. Вот пять причин, по которым нужно начинать утро со стакана воды с лимоном. Каждое утро, выпивая стакан воды с чайной ложкой лимонного сока и таким же количеством меда, вы можете наладить работу желудочно-кишечного тракта всего за пару дней. Лимонная вода предотвратит образование камней и на долгие годы защитит вас от других заболеваний, которые могут поразить печень и почки. В отличие от кофе, который обезвоживает организм, вода с лимоном благотворно влияет на работу всех внутренних органов. Это, конечно же, положительно сказывается на вашем настроении и общем самочувствии. Лимон, как известно, содержит много витамина С, который обладает способностью разглаживать неглубокие морщинки и предотвращать появление новых. Кроме того, желтый фрукт выводит из организма токсины и шлаки. Стакан лимонной воды натощак – отличный способ разогнать метаболизм. Лимонный сок помогает усваивать пищу, а также активно борется жировыми отложениями. Вот еще некоторые малоизвестные целебные свойства лимона. Все знают, что лимон полезен при простуде. Однако хочу рассказать вам о некоторых тонкостях его использования для получения лечебного эффекта. Итак, в первый день – лечебный раствор при простуде. При первых признаках простуды необходимо перестать принимать еду и сделать такой лечебный раствор. Полтора литра кипяченой воды, одна столовая ложка крупной соли, сок, выжатый из одного лимона, один грамм аскорбиновой кислоты и на протяжении дня полностью выпить этот раствор. В лимонах полезна не только сердцевина. Кожура также обладает лечебными свойствами. Кожура лимона помогает избавиться от бородавок. Для этого нужно снять кожуру с двух лимонов, мелко порезать ее и залить 150 граммами 30% уксуса. Настоять одну неделю, но не забывайте встряхивать периодически настойку с кожурой лимона. Затем процеживаем и ватным тампоном немного смачиваем в этом растворе и прикладываем к бородавке. Так делать несколько раз в день. Самое главное не повредить здоровую кожу. При начинающейся ангине отрежьте половинку свежего лимона, не очищая от цедры, и пожуйте подольше. Делать это до тех пор, пока горло не пройдет. Немаловажную роль играет сок лимона при очищении печени и желчного пузыря организма человека от песка, камней и шлаков. Без хирургического вмешательства сок лимона растворяет камни, песок и выводит их из организма. И еще один секрет. Крепкий кофе с лимонным соком помогает снять опьянение. Перед ожидающимся застольем необходимо выпить чашечку хорошо заваленного кофе с лимонным соком или с ломтиком лимона. После застолья повторить такую же процедуру опьянение быстро проходит. А для того, чтобы укрепить корни зубов, натирайте зубы лимонной коркой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok